МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас в гостях Николай Сталиков, писатель, член Центрального Совета Профсоюза граждан России. Ну, дальше его представлять, наверное, не надо. Добрый день. Добрый день. Вчера были парламентские слушания, они совпали с пресс-конференцией, где вы поднимали участие, поэтому вам не удалось нам послушать. Ну, вот, мне удалось. Я до сих пор нахожусь под впечатлением. Дело в том, что среди рекомендаций этих парламентских рассушений правительству и Госдуме, ну, такого типа, что вот надо разработать меры по обеспечению доступа на мировые товарные рынки для российских производителей. Надо проводить информационную разъяснительную работу с регионами предпринимателями. Надо модернизировать официальную государственную статистику с целью предоставления участникам рынка актуальной и полной информации. И так далее, и так далее. На три страницы рекомендации. А автор этих рекомендаций? Ну, вот эти парламентские рассушения. Это как резолюция. Собственно, и весь пакет документов, которые мы уже подписали в осенью прошлого года, он, в общем-то, не имеет официального перевода на русский язык. Все 150 миллионов наших граждан. Должны знать английский в таком режиме и на таком уровне, чтобы читать международный драмат. Ну, давайте так скажем. Ну, хотя бы те 450 наших парламентариев, которые будут, вообще говоря, ратифицировать вот это самое вступление в ГТО. При всем уважении к нашим парламентариям, я, честно говоря, сомневаюсь, что все они 450 или хотя бы половина настолько виртуозно владеют английским языком и, самое главное, понимают смысл каких-то дипломатических фраз. Ведь там же нюансы, дьявол в мелочах, чтобы можно было на английском языке понимать. Ну, конечно, это недопустимо. Понимаете, там еще и, надо сказать, понимаете, для этих слушаний, например, вот там информация об итогах переговоров. Ну, и там такие пояснения. Это, сразу скажу, это по-русски написано. В ряде случаев это предусматривает переход от комбинированной к адвалорной ставке или специфической. Снижение специфической составляющей комбинированной ставки. Какой ставке? Адвалорной. А также есть еще комбинированная, специфическая и так далее. Понимаете? Очень понятно, что тут сказано. В общем, вы поддерживаете. И на английском языке тем более. Я думаю, что на английском это не более понятно. Вообще, по вступлению в ВТО, что вы вообще думаете? Что происходит у нас в стране? Мы сейчас присутствуем при ситуации, когда Россия и ее экономика должны сильно измениться. То есть, меняется статус-кво. Вот это мы должны понимать. И это изменение как раз и есть вступление во всемирную торговую организацию. В случае, когда кто-то пытается изменить такие серьезные параметры экономики, общества, страны, он должен взять на себя труд, доказать, рассказать и объяснить обществу, зачем это делается. Ну, грубо говоря, если вы хотите жениться на какой-то даме, вы, наверное, должны ей объяснить преимущество для нее жизни замужем. Что у нее будет красивое платье на свадьбе, о том, что вы будете любить добро, и так далее. Что-то рассказать. В этом же смысле, совершенно справедливо, с дамой не обсуждаются причины свадьбы, а обсуждаются такие нюансы, как цвет туфелек и марка вина, которая должна стоять на вине. А может быть, на столе. А может быть, вообще свадьба должна быть безалкогольной. То есть, дискуссия перейдена в другое русло. Причем мы видим, что дискуссия идет почему-то на английском языке. А дама наша, она английский язык не знает. Тоже странная. Причем мы тоже вроде как бы не иностранцы. Конечно, ситуация очень забутанная. Мы видим совершенно четко, что те силы, которые пытаются втянуть Россию в ВТО, ничего толком не объясняют. Почему? Казалось бы, если эти преимущества налицо, если они ничего не таят за душой, так переведите на русский язык, не спешите, устроите дискуссию в обществе, объясните каждому последнему фермеру и первому предпринимателю преимущество от этого дела. Ничего. Вот тайком как-то так, силком. Даже на парламентских слушаниях, видите, какие-то используются термины, о которых, я думаю, что никто, включая самого докладчика, не понимает, о чем идет речь. Да, вот в чем ужас ситуации. А совершенно четко я могу сказать, что если кто-то использует намеренно какие-то сложные термины, это значит, что он сам не понимает, о чем говорить, ибо он пытается ввести в заблуждение всех остальных. Почему нас туда тянут? Мировая экономика четко находится на сегодняшний день в сложном положении. Это уже общее место, даже обсуждать тут нечего. Пути выхода из этого сложного положения несколько. Перестать печатать деньги из воздуха и совместить расходы с доходами, то есть жить посредством западному миру. Он не готов, не хочет этого делать. Значит, продолжать подсос и перекачку средств из одной части планеты в другую часть планеты, вот этот способ вам нравится больше. И ВТО, и вот эти все международные валютные фонды, всевозможные англосаксонские организации, они все, это, грубо говоря, насосы, или составные части одного большого насоса, который перекачивает уровень жизни из одной части планеты в другую. И в этом смысле мы должны понимать, что если за последние 10 лет в России резко вырос уровень жизни, это значит, что где-то жизненный уровень упал. Давайте посмотрим, где он упал. И мы видим, что в Соединенных Штатах Америки начались проблемы. Мы видим, что Греция банкрот. Мы видим, что в Европе начинают сворачивать социальные программы, увеличивать пенсионный возраст. Это значит, что некая часть жизненного уровня перестала перекачиваться с территории России на территорию рукопожатных западных государств. И их задача восстановить этот процесс и продолжить эту перекачку в еще более увеличивающихся объемах. И ВТО это средство для этого. В 17 лет руководство России торпедировало, саботировало и под разными соусами не вступало в эту организацию. Но, видимо, давление и ситуация на Западе зашла в такой тупик, что это давление на руководство России резко усилилось. Мы это видели на фоне предвыборной кампании, особенно преддекабрьской, информационная война, во всем виноват Путин и так далее, и так далее, и так далее. Мне представляется, что, к сожалению, сегодняшняя ситуация с ВТО это и есть следствие определенного давления Запада на нашу страну и определенных уступок, которые вынуждены сделать руководство страны. Но даже это понимание не придает вступлению в ВТО какой-то привлекательности. Мы все равно должны всячески этому процессу противиться. И поэтому я, безусловно, не являюсь категорическим противником вступлением в Россию, в Всемирную торговую организацию. И поэтому профсоюз граждан России выступил на сантиве проведения референдума. Но очень приятно, что и Народный собор, другие патриотические силы поддержали эту инициативу. И поэтому сейчас мы вместе пытаемся, во-первых, привлечь внимание общественности к этому вопросу, во-вторых, уже приступили в плоскость конкретных шагов по проведению референдума. Ну, во-первых, почему референдум? У нас просто по законодательству не предусмотрено никаких других способов, легально вот такие вещи сделать. Я бы чуть-чуть поправилась. У нас есть еще способы пикетирования, сбор подписей, но они не являются юридически обязывающими для решения каких-то проблем. Да, именно так. Что у нас юридически обязывающие только референдумы. Больше ничего другого нет. Референдум еще к тому же надо и подготовить. Вот это уже, так сказать, а вот все наши пикетирования и работа в регионах, это все, конечно, средства для достижения конечной цели, это остановить вступление в ГТО. Меня, например, немножко пугает то, что нам как-то не очень говорят, а американский президент говорит о том, что вот сейчас американские фирмы займут вот этот новый открывшийся рынок, российский, чем говоря конкретно. Мы ничего об этом не знаем. А Обама, так сказать, об этом вот говорит, что вот оказывается там надо работать, там будет обогнать конкурентов, и вот значит... То есть уже делят шкуру. Уже делят, да. И еще пока очень даже живого медведя, да? Вот совершенно не важно. То есть это к тому, что когда у нас говорят, что вот сейчас тут российские, значит, мы там сейчас кинемся на внешний рынок и все там завоюем, тут вообще оказывается, что не то, что там внешний рынок завоевает российский, скорее всего, наш внутренний, видимо, будет отоплен. Ну вот вы сами сейчас читали документы по парламентским слушаниям, и там меня больше всего поразила фраза о том, что нужно разработать меры, грубо говоря, по захвату международных рынков, да? Так если эти меры еще не разработаны, зачем же мы тогда вступаем в это? Вы разработайте меры, обкатайте их, обсудите, подготовьте после этого. Почему такая спешка? Вы знаете, да, это самый страшный документ, наверное, из всех, которые в последнее время попадали. То есть вот давайте прыгнем в воду, вот, и о правительстве пошлем, значит, вот такую программу, давайте вот там, по обучению плаванию нашего молодого поколения, там. Да, когда она уже находится в воде. А мы уже в полете, да. Уже даже практически в воде, да. А мы действительно находимся в воде, а дело-то в том, что один из доводов Медведкова, это значит, то, что у нас и так применяются многие правила ВТО, начиная где-то так с 2000-х годов. Типа, не пугайтесь, вроде как, естественный вопрос, а зачем тогда вступать в это раз, а во-вторых, к каким мерам это, ну, к каким последствиям это привело? Мне кажется, чтобы понять абсурдность таких доводов, очень хороший пример, знаете, к сожалению, все мы смертны, все мы будем на кладбище, но это же не повод, чтобы пойти немедленно повеситься, правда? То есть все мы окажемся на кладбище в итоге, да? Так же, как все находятся в ВТО, это примерно такой же уровень аргументации. Может быть, там какие-то есть высшие субборщины, вот, но... Безусловно, там есть элемент высокой политики, потому что давление, уступки, а потом попытки на определенную уровень это отыграть, и что-то сделать, это наверняка все это присутствует, да? Но это покрыто, это под ковром происходит. На поверхности совершенно другое, неподготовленная и необъясненная активность тех, кто тащит Россию в ВТО. Это мы, безусловно, те, кто считает вредоносность вступления России в семью торговую организацию очевидной, должны этому движению противостоять. Вот это для меня совершенно очевидный факт. Там много факторов, по которым мы проигрываем однозначно. Я всегда привожу только один аргумент, который никто не может опровергнуть. Любой большой бизнес делается на кредитные деньги. Кредитные деньги в России стоят порядка 15% в среднем. Почему? Потому что ставка рефинансирования нашего центрального банка 8,5%. Кредитные деньги на Западе стоят 5%, потому что ставка рефинансирования ФРС и ЕЦБ стоит 1%. Соответственно, деньги в 3 раза более дорогие невозможно честно конкурировать на таких условиях. Это все равно, что, знаете, устроить боксерские соревнования, но только все весовые категории вместе. И вот честно, абсолютно, по правилам бокса, но только один весит 30 килограмм, а другой 130. Ну, вопрос, когда этот здоровяк поймает Юркого малыша, это вопрос времени. Но другого не может быть. Ну, Николай, у нас просто есть несколько причин, по которым наша экономика не развивается. Это отдельная причина, вот это вот, это самая вот наша банковская ставка. Действительно, у нас многие, очень многие не знают, что вообще вся экономика держится на кредите. И что кредит это главное, что, например, поддерживает на плаву до сих пор экономику Англии, потому что хотя Англия вроде бы не считается сейчас перворазрядной такой экономической державой, но это зато вторая в мире держава по кредитованию мировой торговли после США. И вот это как раз позволяет ей оставаться великой. Наши банки являются по сути розничными подразделениями западных банков, то есть берут кредиты там. А для этого все сделано, потому что это же очевидно. Где любой из наших слушателей возьмет кредит? Там, где ему дают под 1% или под 8? При том, что доллары и евро вы спокойно продадите на бирже, практически ничего не потеряв. И соответственно вот эта разница в процентах она останется. Конечно, вы берете кредит там, привозите эту валюту сюда, ее покупает центральный банк у вас, вы получаете рубли, вы банк, и кредитуете себе российских граждан и предприятий. В основном, к сожалению, там и граждане предприятия кредитуют, но есть одна беда у таких 15% кредитов. Нет ни одного производства, которое бы сразу дало прибыль больше 15%. Поэтому это одна из причин, почему у нас нет своего производства прибыльного. Потому что невозможно в процессе именно обычной экономической жизни такой процент отбить. То есть это обязательно или какие-то торговые предприятия, что-то вот такое. Чтобы понять абсурдность этой системы, еще одна наглядная иллюстрация. То есть внутри России кредитование получается под очень высокий процент, что фактически сразу на корню пресекает предпринимательскую активность, значительную ее часть. При этом золотовалютные резервы Центрального банка, деньги и государства хранятся в американских долговых обязательствах. Может быть не все уважаемые зрители знают процент. Потому что вам говорят это надежно. Процент знаете какой? У десятилетних облигаций например 2,2%. Это известно, что наши финансисты российские деньги отдают под 1-2% туда. А потом забирают от нас. Соответственно наш российский предприниматель берет по сути в Америке под 15%. Да? Да. Вот такая система все последние годы. Почему мы кстати к этой теме возвращаемся? Дело-то в том, что правила всемирной торговой организации во многом касаются не только собственно торговли, но и банковского бизнеса, страхового бизнеса и специалисты говорят, что там уступок с нашей стороны не меньше, чем в области таможенного регулирования, а кое в чем даже и побольше. Ну вот нас-то как ну вот вы представитель профсоюза граждан России, вот нас простых граждан конечно интересует ну это может не очень хорошо, но больше такие практические вещи приближенные к нам. Так вот я так понимаю, что одна из главных проблем после вступления в БТО первое, что от нас требуется, чтобы торговля газом, природным газом внутри страны была коммерчески выгодной, чтобы не было у наших предприятий никакого ну как бы сказать нечестных преимуществ по сравнению с иностранными. Ну конечно, у них деньги в три раза дешевле, это честная преимущество, это понятно. Наши переговорщики почему-то утверждают, что частному потребителю тем не менее газ будет доставаться дешево. Каким образом вот это некое закон? Я могу сказать каким. Россия начнет мягко говоря саботировать условия ВТО. Но вопрос, а зачем тогда вступать? Если вы хотите субсидировать свою экономику и развивать ее, не надо вступать в ВТО, потому что здесь важнейшее преимущество это низкая стоимость природных ресурсов внутри России. Это наше конкурентное преимущество такое же, как в Китае например возможность части населения работать за полдоллара, доллар в день грубо говоря за миску риса. Соответственно производительность такая же, условно говоря как у западного рабочего, стоимость рабочей силы значительно ниже. Это смысл открыть предприятие в Китае. мы должны и нашим предпринимателям, потому что во многом наши предприниматели уже тоже за рубежом открывают предприятия, в той же Азии или покупают их, и западным предпринимателям показать смысл открытия заводов в России, фабрик в России. А это дешевое природное сырье, поэтому основной принцип должен быть обратный. Есть высокие мировые цены, но кто нам сказал, что цена на газ бензин в России должна быть такая, как в Лондоне. Почему? В Лондоне одна цена, в Москве другая цена. И низкая цена внутри России будет привлекательной особенностью размещения предприятий в России. Поэтому уравнивание тарифов внутри России на природные ресурсы, на ископаемые, на электроэнергию, на все что угодно с мировыми это, как говорится, прямо противоположное движение от того, которое необходимо. Катастрофа. У нас действительно, у нас в общем-то было два преимущества наших страновых по сравнению со всеми другими, которые до сих пор сохранялись, хотя там в урезанном виде. Первый, это действительно дешевые ресурсы, хотя вообще говоря, либеральная экономика это очень не любит, когда ресурсы, как бы сказать, по-разному стоят в разных местах. И второе, это наш внутренний рынок, который так или иначе был несколько внешнего рынка огражден. То есть любой, кто приходит к нам что-то производить, он был в праве рассчитывать на вот эти два фактора. Вот мы по ВТО, по вступлению в ВТО от обоих этих наших конкурентных преимуществ отказываемся. Удивительно, и во имя чего. То самое гражданское общество, о котором любят говорить либералы, оно, конечно, должно в данном случае проявить свою патриотическую сущность. И мне кажется, что референдум по вопросу вступления в ВТО имеет два на самом деле важных аспекта. И каждый из них очень важен. Первый аспект это, собственно говоря, затормозить и прекратить вступление России в организацию, членство которой нанесет ей ущерб. Это первое. А второе, это объединить разрозненные патриотические силы для того, чтобы патриоты выступили единым фронтом. И, возможно, дали той части российской власти, которая не хочет вступать в ВТО, но вынуждена это делать под давлением Запада, шанс каким-то образом эту ситуацию изменять. Мы видим, действительно, власти совершенно различные направления. Допустим, берем программу 2020, которую сейчас разработал Инсор, который каким-то образом ассоциирует себя с нашим президентом. И мы видим там опять старые разговоры о том, что нужно увеличивать пенсионный возраст, нужно проводить либеральные реформы. То есть, вот всю ту чушь и ерунду, которую нам все время либералы говорят. При этом кандидат в президенты Путин и уже избранный президент совершенно четко заявлял, что он не допустит увеличения пенсионного возраста. То есть, невозможно одновременно увеличить пенсионный возраст и не допустить этого увеличения. То есть, должно быть какое-то одно решение выбрано. И в этом смысле я вижу задачу патриотических сил к тому, чтобы склонить власть к нужному для России решению, а не к нужному для ФРС, ЕЦБ и вот этой вот долговой пирамиды, которая испытывает сегодня сложности. Редактор субтитров А.Семкин